Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите День памяти святого великомученика Георгия Победоносца отметили в городе Видное. В Коврове завершился первый этап Кубка России по мотоболу. Прошли без поражения круговой турнир, поэтому заняли первое место. Сейчас осталось, я надеюсь, две игры, полуфинал. В Видном прошел фестиваль «Сырная гонка». Мы пригласили фермеров в Московской области со своей продукцией. День памяти святого великомученика Георгия Победоносца отметили в городе Видное. Жители муниципалитета и почетные гости приняли участие в праздничном богослужении. И в изложении цветов к вечному огню. Подробнее в сюжете Галины Житковой. Георгиевский храм города Видное в этот светлый день переполнен прихожанами. В День памяти одного из самых почитаемых святых, покровителя воинства, праздничное богослужение, возглавил управляющий Подольской и Люберецкой епархии архиепископ Аксий. Все верующие во время литургии объединились в общей молитве. Святой, который раньше был воином римлян, а после оказалось, что он тайный христианин, и ступился за Господа и не стал гонять людей. Всех военных, всех наших защитников. И поэтому мы только мира хотим. В День памяти Георгия Победоносца в храм пришли целыми семьями. Престольный праздник – событие и для каждого прихожанина. Во время крестного хода все верующие приняли участие в шествии с иконами, хоруговыми и другими христианскими святынями. Памятные мероприятия продолжились на Аллее Славы. Участники торжественной церемонии возложили цветы к вечному огню. Память погибших воинов вместе с ветеранами и школьниками почтили глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Море гвоздей, как символ крови, пролитое за Отечество, появилось в этот день у вечного огня. Все поколения жителей муниципалитета поклонились памяти земляков, не вернувшихся с полей сражений. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Коврове завершился первый этап Кубка России по Мотоболу. Определены полуфиналисты, среди них «Металлург». О том, с какими командами встречались видновские спортсмены, чтобы еще на один шаг приблизиться к победе в финале, расскажет Юлия Пагасьян. С самого начала команда «Заря» из станицы Староминской вела себя на поле достаточно жестко. «Металлургу» не давало спуску. Падение, столкновение. Первый период закончился в ничью 0-0. Прогресс явно налицо. Есть у ребят, растут. Это радует, что команды растут у нас. Староминская «Заря» показывает хорошие игры. И Ковров – это радует, да. Ну, так было. Мы в первом периоде имели полное преимущество, но мяч не лез, и пенальти не забили. Вот такой у нас сегодня день был. Необъяснимое явление бывает. Так бывает. Пятый день Кубка России. Ситуация на поле невиданная. «Заря», которая, по сути, не может быть конкурентом «Металлургу», в третьем периоде лидирует 1-0. Впереди последние 15 минут матча. Игра не пошла утром. Рано встали, не выспались, может. Собрались мыслями, и все. Прикрыли, закрыли, все хорошо. И вот забили. Вот результат получили. Утренняя встреча «Металлурга» с «Зарей» закончилась со счетом 3-1 в пользу видновчан. А вечером нашим спортсменам предстоит игра с местным ковровцем. Виновата ли холодная погода или неродное поле, сказать трудно. Но пятый день Кубка России для «Металлурга» выдался сложным. А впереди у ребят самые важные матчи. Полуфинал состоится 6 мая. Прошли без поражения круговой турнир. Поэтому заняли первое место. Сейчас осталось, я надеюсь, две игры. Полуфинал завтра со стороны «Металлурга». И надеюсь, что в финале, естественно, с «Колосом», как всегда, традиционно. Поэтому претензий к ребятам нет, молодцы. Особенно с «Колом» показали настоящую мужицкую игру. Ну, в общем, все прошли без поражения. Это уже, это вообще о чем-то говорит. Готовься, я думаю, что мы оправдаем все-таки надежды. 7 мая стадион «Мотодром», что в городе Ковров, примет финалистов Кубка России. Это будут самые лучшие команды России по мотоболу. Определиться победителям. Мы, конечно, будем болеть за родной «Металлург». Юлия Погасян, Сергей Ларин. Видное ТВ. Школьники Ленинского городского округа защитили свои проекты на научно-практической конференции, которая прошла в Видновской гимназии. В этом году в ней приняли участие 93 исследовательские работы. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Научно-практическая конференция школьников в Ленинском городском округе проводится с 2011 года. За это время в ней приняли участие более тысячи юных исследователей. Здесь именно практическая составляющая, когда можно какие-то, может быть, понятные вещи, может быть, непонятные, разложить на составляющие с помощью педагога, с помощью своих соратников или тот, кто разделяет твои стремления или, скажем так, мысли, попытаться создать какое-то, что-то вытащить, ну, что называется, практическое для того, чтобы двинуть это. Ну, более того, наука – это то, что движет нашу цивилизацию вперед. Первый этап конференции прошел во всех образовательных учреждениях округа в сентябре 2021-го. Были определены участники, научные руководители и проектные темы. Далее в течение всего учебного года велась исследовательская деятельность, по итогам которой были определены финалисты. Нам приятно, что те, кто становятся у нас на уровне городского округа победителями, призерами, они продолжают участвовать в региональных научно-практических конференциях и даже всероссийских и международных. И, в общем-то, конечно, радует то, что достаточно хорошие результаты у наших ребят. А самое главное, что помимо, ну, вот просто учатся, изучают предметы и какие-то интересные темы, они еще занимаются научно-исследовательской деятельностью. Исследовательские работы разделены на четыре направления – физико-математические, гуманитарные, естественно-научные и секция для начальных классов «Маленькие почемучки». Именно в этой категории защищал свой проект о содержании африканского древесного богомола в домашних условиях – восьмилетний Николай Иванов. Мальчик увлечен биологией. Занимался в анималистической студии в московском зоопарке. Я вообще очень интересуюсь всеми этими насекомыми. И у меня очень много дома всякой экзотики. На данный момент у меня дома аквариумные креветки, мадагаскарские шипящие тараканы, тараканы «Мертвая голова» и тропические рыбки маленькие. Классный руководитель Коли Юлия Дубенская рассказывает, что была поражена энциклопедическими знаниями своего ученика в области биологии. Это увлечение Колина передалось ребятам. Ребята с удовольствием слушают Колина рассказы про животных. Если возникает какой-то интересный вопрос, и ребята не знают, что это за животное, или как содержать это животное, мы всегда бегут сразу и спрашивают Колю. Коля готов рассказывать про животных часами. Одиннадцатиклассницу Анастасию Семененко захватывает загадочный мир планет Солнечной системы. Это и вдохновило ее на научную работу под названием «Космический урожай». Я придумала идею рациона исследователя-космонавта-марсианина, чтобы они могли, оставаясь на Марсе, там питаться и проводить необходимые научные исследования для дальнейшей колонизации планеты. По итогам научно-практической конференции определено 48 победителей-призеров по каждому направлению. Также будет издан электронный сборник, куда войдут все работы участников. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Несколько сотен видов сыров сразу в одном месте. В Видном прошел фестиваль «Сырная гонка», который привлек внимание любителей этого деликатеса. Екатерина Коваленко оценила горгонзолу и пармезан. Многочисленные белые палатки на площади у кинотеатра «Искра» в течение трех дней собирали любителей самой свежей продукции от сыроваров и фермеров в Подмосковье. Экофестиваль «Сырная гонка» прошел в нашем городе впервые. Мы пригласили фермеров в Московской области со своей продукцией в рамках импортозамещения, чтобы жители смогли попробовать, какие сыры и какие мясные продукты делает наш в Подмосковье. Что это ни капельки не хуже, чем импортные продукты. Поклонников сыра было чем удивить. В ассортименте более трехсот его видов. Пармезан, горгонзола, козий, овечий, французский, с белой плесенью, с голубой. Выбор действительно на любой вкус. И, кстати, каждый продукт можно было попробовать. Юлия Берникова пришла на сырную гонку еще в день открытия и вот вернулась за покупкой снова. Мне все понравилось, спасибо. Какие-то сыры я уже пробовала, поэтому покупаю то, что уже пробовала. Какой любимый? Мне нравятся мягкие сыры, вот, допустим, в масле. По другую сторону прилавков непосредственно производители крафтовой сыроварни из всех уголков Подмосковья, которые ответят на любой вопрос и помогут с выбором. И, главное, гарантируют качество своей продукции. Мы очень стараемся приблизиться к иностранному качеству. На самом деле, я считаю, что очень многие производители на данный момент достигли уже предельно максимально близкого уровня к иностранным сырам. А цены как у вас? Цены, конечно, у нас гораздо дешевле. Окончание трех дней, ну а вкусного фестиваля, выпало на майские выходные. Так что завершился он праздничным концертом и многочисленными спортивными мастер-классами и состязаниями. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Выставка, посвященная вековому юбилею пионерии, открылась в Видном. Первыми увидели уникальные фотографии и вспомнили подвиги выдающихся пионеров нынешние школьники. И те, кто сам когда-то носил красный галстук. Красный галстук – это частица знамени нашей страны, Союза Советских Социалистических Республик. Еще в 60-х годах Петр Кононыхин запомнил пионерское правило – как повяжешь галстук – береги его. Руки бывшего пионера до сих пор помнят, как вязать тот самый узел на форме. На выставке в сквере «Юность» он и его друзья детства нашли на фотографиях и себя, и своих старых знакомых. Даже вот на этой фотографии нас собралось здесь вот четверо, с нашего звена. Поэтому прошло всего-навсего 62 года, а мы как были, так и остались пионерами. Вот даже как-то бы рассказывал внуку, что мы там делали, и он говорит так, дедушка, как бы мне хотелось хоть бы на небольшое время побыть в вашем детстве. Сто лет назад, 19 мая 1922 года, было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов в Советском Союзе. Сегодня пионеры – это уже история и один из самых узнаваемых символов СССР. Но те, кто когда-то носил красный галстук, с удовольствием рассказывают о традициях и идеологии своего детства подрастающему поколению. Пионерское движение, в чем здесь прелесть, так сказать, то, что как-то все вместе делали, как-то были какие-то устремления, планы. Казалось бы, иногда вот так смотришь со стороны, там марширую, да, там это смешно выглядит, так сказать. А с другой стороны, вот это совместное, оно формировало как-то вот какое-то мировоззрение. Выставка в сквере «Юность» посвящена истории пионерского движения в нашем муниципалитете. Однако отдельный стенд выделили, чтобы рассказать посетителям о подвигах пионеров-героев. Леоня Голиков, Валя Котик, Надя Богданова, Юта Бондаровская – эти ребята рисковали с собой ради победы в Великой Отечественной и даже были удостоены званий Героев Советского Союза. Ведь с детства их учили всегда быть готовыми встать на защиту Родины. Клич пионеров всегда, будь готов! Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Очередная серия совместного проекта «Методисты, историко-культурного центра» Натальи Замариной и телеканала «Видное ТВ». Стихи «Живут повсюду» посвящена Дню Победы. Приняли участие в нем ученики Видновской школы номер 7. Уже шесть лет в Видновской школе номер 7 работает театральная студия «Художественное слово» под руководством Андрея Коршунова. В ней занимаются ребята разных возрастов. Старшие ученики накануне 9 мая показали праздничный спектакль, а юные воспитанники приняли участие в поэтическом проекте «Стихи живут повсюду». Конечно, моя задача как руководителя – воспитать в них чувство ответственности, гордости и, понятно, проникнуться темой победы в Великой Отечественной войне. Поэтому мы с удовольствием приняли участие в этой акции. Учащиеся четвертого класса разучили к Дню Победы стихотворения Сергея Михалкова «Детский ботинок». При подготовке вместе со своим руководителем ребята много беседовали о страшных событиях военных лет. Я занимаюсь в театральном кружке уже три года. Мне этот стих очень понравился, он очень трогательный. Ведь в каждой семье есть человек, который защищал нашу Родину. У меня был мой прадедушка и прабабушка. Мальчики и девочки постарались передать все чувства и эмоции, которые вкладывал автор в свое произведение. Сергей Михалков. Детский ботинок. Занесенный в графу, с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал, среди обуви взрослой и детской. Его номер по книге – 3209-й. Обувь детская, ношена. Правый ботинок с заплатой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе? В Кракове? В Вене? Кто носил его? Владик? Или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот список проклятый? Под порядковый номер 3209-й. Неужели не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? В то страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровную одежду убитых считали. Здесь на всех языках о спасении пытались молиться. Чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь впитала земля запах тлена и пролитной крови сотен тысяч людей, разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачей и убийц на колени. Суть народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сочин улик. Этот детский ботинок с заплатой. Снятый гитл. Жертвы 3209-й. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.